Теорема, кроме возможности, идеальная процедура. Ключевая теорема — теорема РУ. В теореме РУ стоит следующее. Пусть у нас имеется выбор из хотя бы трех альтернативов. Пусть есть число А и больше, чем трех альтернативов. Дальше процедура получает N порядков на этих альтернативах. И должна тоже быть порядка. Получает N порядков на этих альтернативах. И возвращает тоже порядок. То есть N — это число выборщиков. Каждый выборщик полностью свой порядок передает процедуру. И потом процедура все что-то такое считает, должна выдать порядок с точки зрения общества. А вот оказывается, что не существует процедуры, которая удовлетворяет сразу следующее правило. Первое — соответствует принципу единогласия. То есть если во всех порядках А выше В, то тогда и в итоге тоже А выше В. Значит, второе — что она не диктаторская. То есть результат не совпадает с выделенным порядком. Так, и третье — самое главное. Так что, да, выполнено свойство. Значит, удовлетворяет свойство независимости от посторонних альтернатив. А именно, свойство такой, что если порядок как-то меняется, то так, что не меняется соотношение между А и В. Тогда в итоге тоже должно меняться соотношение между А. Если все порядки изменились, порядки меняются, но соотношения между А и В, то и в итоге соотношение не меняется. То и в итоге соотношение не меняется. То и в итоге соотношение не меняется. И это как раз то, что я вам узнал этого есть. Можно было считать, что вот этот аштиф тут как бы раньше тоже не был, но раньше он был на самом последнем месте. А тут вдруг что поменялось. И этим начал нравиться аштиф. Да, он поднялся на них. И вот тут как-то побеждал А, это означало, что А было выше. А тут стало побеждать В. То есть В осталось выше. Но соотношение между А и В здесь нигде не поменялось. То есть здесь как А будет выше В, так как здесь осталось выше В и здесь осталось выше В. Тут вообще ничего не менялось. Поменялось для каждого. Но от того, что их поднялось, поменялось в итоге соотношение между А и В. И вот это у нас нарушение от этого свойства. Значит, нарушение свойства независимости от процедурных альтернатив. Так вот, все, тяло закончилось. Да, вот так что, значит, не бывает такой процедуры, если есть хотя бы три альтернатива, то не бывает такой процедуры, чтобы было одновременно, в принципе, одиноклассе, ни диктатура, ни манипулик-разист. Независимости от процедурных альтернатив. Соответственно, это все в втором году показали, доказал, собственно, ЭКО. Это в некотором смысле, с одной стороны, это поставило точку в рассуждении, какую бы такую диагогу свою разработать. А с другой стороны, наоборот, открыло новое направление к исследованию, что если идеал не бывает, то как именно можно к нему приблизиться с разных сторон. Субтитры создавал DimaTorzok.